У лекционной аудитории напруженная тишиня. Отказный секретарь приемной комиссии оповещает выники за лечение на бюджетные места дзюнной формы навучания. Называется «Колькость местов, принятых абитуриентов и проходный бал». Одразу после этого в очи одных светятся радостью, у других читается расчарование. Агульная картина довольно оптимистичная. Невеликий недобор отрымауся только по специальности «Лясная господарка». На три бюджетные места обвещанный додатковый набор. В целом мы удовлетворены результатами этой кампании. Все бюджетные места заполнены. Причем, если судить по проходным балам, эти проходные балы, как правило, по всем специально выросли в сравнении с прошлым годом. В целом, как уже отмечалось в прессе, результаты тестирования в республике стали более высокими. Самый великий в этом году конкурс на правознауство. На одно навучальное место претендовали 18 человек. Проходный балл 339. Вучиться на юристов за кошт бюджету будут только двое студентов. Высокий рейтинг и у экономичных специальностей. Колькость бюджетных мест на их так само обмежеванная. Зрешто и гуманитариям пришлось нелегко. Зараз уже студентка Вольга Шаповалова будет выучать замежные мовы. По выниках тестирования она набрала 260 баллов. Отрималась и навыд крыху больше, чем спотребилась для залечения. В принципе-то ничего сложного. Конечно, надо было изучить историю Беларуси, поэтому было сложновато. А так, в принципе, все хорошо. Тестирование пришло легко для меня. Ну, только что поступление ждало. Результатов очень сильно. Сироты, кто с надеей читает списы залеченных, батьки абитуриентов, мать и воли – не выключение. Самое тяжелое – это, наверное, ждать результатов. И когда мы услышали проходной бал и поняли, что у нас еще был запас, конечно, это неописуемая радость и восторг. Мы счастливы. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Хумиль».